Доброе утро, друзья! Настраиваемся на свершение и достижение в Международный Олимпийский день по-другому никак. Здравствуйте! В эту пятницу будем делиться с вами историями успеха, причем не только в спорте. Кстати, сегодня в столице пройдет республиканский бал выпускников вузов. И впервые под открытым небом. На площадке у Дворца спорта соберутся лучшие уже бывшие студенты со всей страны. А таких немало, около пяти тысяч. Ректоров вузов, конечно, тоже пригласили. В общем, продлится праздник с девяти вечера до полуночи. Кстати, по этому случаю некоторые станции Минского метрополитена будут работать сегодня чуть дольше. Ну а мы, Екатерина Лисеевича Герман Титов, работаем по привычному графику. Гороскоп в начале часа – наше все. Сегодня овны могут оказаться в центре ярких событий. Звезды советуют вам не проявлять недовольства. Постарайтесь быть оптимистами, держаться на высоте, применять профессионализм и обаяние. Интуиция подскажет тельцам ответы на вопросы, которые долго не поддавались решению. Вам придется лишь уточнить нюансы и послушать советы компетентных людей. Удача на вашей стороне. Звезды рекомендуют близнецам воздержаться от активных физических и эмоциональных нагрузок. Сегодня вам лучше отказаться от новых проектов, крупных покупок и торговых сделок. Раки. Если вы проявите свое умение находить общий язык с людьми, независимо от их ранга и статуса, то у вас появится возможность найти новую работу, получить хорошую должность и улучшить свое материальное положение. У Львов комфортный и продуктивный день. Он будет касаться коллективной деятельности, построения новых партнерских отношений и организации мероприятий. Не тратьте время на телефонные разговоры. Сегодня у Дев важная миссия – вдохновлять друзей и близких своим оптимизмом и жизнерадостностью. Будьте готовыми к тому, что еще придется приложить усилия и проделать ответственную работу. Звезды советуют весам использовать благоприятное время для расширения личного кругозора. Изучение новой информации поможет вам приблизить свою мечту и добиться продвижения по служебной лестнице. Скорпионы. Попробуйте сегодня использовать каждый шанс, который будет предоставляться вам судьбой. Сегодня вы способны на многое, но только если искренне сможете поверить в свои силы. Стрельцам важно слушать свою интуицию. Совсем скоро звезды подскажут вам правильное решение. А пока старайтесь проводить время, избегая шумных компаний и пустых разговоров. Козероги. От тактики вашего поведения будет зависеть личная жизнь. Иногда лучше уступить и отказаться от своего желания, чтобы попробовать открыть для себя интересные горизонты. Звезды рекомендуют водолеям уделить внимание своему здоровью. Сегодня для вас будут полезными профилактические мероприятия и легкие физические нагрузки. У рыб спокойный и гармоничный день. Наслаждайтесь жизнью без претензий и не жалуйтесь на судьбу. Радуйтесь простым мелочам и благодарите вселенную за все, что она вам подарила. История неуспеха и большой любви к тому, что делаешь, мы делимся сегодня. Итак, наш следующий герой в профессии – как рыба в воде. По итогам минувшего года он стал лучшим в своей сфере. Знакомьтесь, Владимир Шевченко – самый-самый участковый. Старший участковый, старший лейтенант Шевченко Владимир Николаевич. Участок у меня – бульвар Шевченко, парк Победы, Зацин. Порядка 1500 человек. Я до этого работал в патрульно-постовой службе. Потом проходил службу в оперативной дежурной службе. Поэтому я видел работу участкового, представлял ее. И более ответственно подошел к выбору. Я стараюсь выслушать человека, прежде всего. Потом уникнуть суть проблемы. Подойти ответственно к решению этой проблемы. По итогам 1922 года я стал лучшим участковым инспектором города Минска. Стал, я считаю, в причине того, что ответственно подходил к вопросам граждан. Случаев очень много. Из недавних, что строители у бабушки вынесли унитаз на мусорку, выбросили. И бабушка обратилась с просьбой, чтобы строители вернули унитаз. Посодействовали взрослых унитаз, чтобы конфестировали ущерб понесенный. Летом чаще граждане обращаются за шумы. Значит, распитие алкогольных напитков в общественных местах. Нарушение общественного порядка. Также утеря имущества. Где-то забывают имущество в общественных местах. После чего граждане приносят это имущество. И мы стараемся найти собственника имущества взрослых унитаза. Моя работа в большей степени заключается в обследовании интерфейсового участка, посещение ранее судимых, отработка жилого сектора, разъяснение гражданам, которые находятся в возрасте, что в настоящее время очень часто совершаются правонарушения в отношении такой категории граждан. Разъясняешь им способы совершения данных преступлений, чтобы люди в возрасте были в курсе. За смену приходится много ходить, быть в движении, порядка можно пяти часов ходить за смену. Семья относится положительно к выбору моей профессии. Дети поддерживают. Для них еще в маленьком возрасте такая романтизированная, более профессия. Вот гордятся, что у них папа – отстойник милиции. Планирую дальше продолжать службу в участковом инспекторах милиции. Она мне очень нравится. Я ни на каплю не пожалел, что убрал такую профессию. Ну что, Герман, какие планы на выходные? Ну как, ну, веселиться. Независимо от погоды? Или все-таки? Нет, все-таки зависимо. Надо же понять, что надевать на себя. Тогда давай, да, спросим Дмитрия. Дмитрий, что скажешь? Ну а пока сегодня в нашей стране сохранится в большинстве регионов жаркая погода. Прогнозируется переменная облачность без осадков. Лишь только по юго-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. А температура воздуха днем плюс 25-30 градусов. Но, к сожалению, в субботу погода начнет постепенно меняться. Более подробно расскажу прямо сейчас. Итак, в субботу и воскресенье погодные условия будут определять активные атмосферные фронты, которые будут миленно смещаться с северо-запада на юго-восток. И в нашу страну устремятся холодные воздушные массы с Балтийского моря. Прогнозируется облачность с прояснением погоды. На большую часть территории ожидают кратковременные дожди, различные интенсивности, большая вероятность гроз. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер западный, северо-западный, умеренный при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы плюс 10, плюс 17 градусов. Днем прогнозируется плюс 18, 24 градуса. Средняя температура немножко ниже климатической нормы. И предварительно в начале недели характер погоды существенно не изменится. Сохранится с дождями и прохладная погода. И только в середине следующей недели в нашу страну вновь вернется более теплая и комфортная погода. В общем, пляжный сезон пока на паузе. В эти выходные пока на паузе, да. Ну а потом продолжим. И мы программу тоже продолжим. 7 июля в столице состоится церемония возложения цветов к памятнику Янке Купала. Она приурочена к 141-й годовщине со дня рождения народного поэта, публициста и драматурга. Ну, до 7 июля еще пара недель, поэтому сейчас предлагаем изучить культурную программу ближайших выходных. И с нами на связи уже Александра Ошанова, Саша, что нового? Доброе утро. Искусственный интеллект кардинально меняет характер не только традиционных технических профессий, он проник в художественную среду, влияет на творческие процессы, даже возник феномен под названием цифровое искусство. Визуальная экспозиция действительно делится на две части. Одна часть посвящена самой компании и ее образу. Это такой футуристический образ, очень такой современный, даже немного действительно напоминает космос или образ будущего. А вторая часть посвящена непосредственно услугам и, наоборот, создает какую-то такую душевную и теплую атмосферу. Появляются животные на картинах, какие-то узнаваемые такие ассоциативные вещи, которые наполняют ее какой-то жизнью. Каждый арт-объект во дворце искусства сопровождается QR-кодом. Поэтому это позволяет посетителям выставки не только насладиться технологичными экспонатами, но и потренировать воображение. В Национальной библиотеке Белоруссии представлена выставка «Лица Пакистана». Экспозиция приручена к одюне зависимости Исламской Республики Пакистан. Мой творческий путь начался с самого детства. Я увлекался рисованием. Это проявилось еще в школе. Позднее увлекался так называемым искусством живописей грузовиков. Это такое направление, целый жанр. Очень долгое время занимался им. Позднее это стало более профессиональным образованием, когда поступил в соответствующий университет и уже там в дальнейшем обучался. И выбрал такое направление, как акварель. Благодаря своему учителю, который был художником-акварелистом, я остановился именно в этом жанре. Как вы видите, все мои полотна выполнены акварелью. Это достаточно сложный жанр для многих художников. И если говорить в целом, какая идея всего этого творчества, то это как раз таки изображать лица Пакистана и в целом всю красоту этой страны. Есть куда сходить и на что посмотреть. Наш культурный маршрут проложен до понедельника. Красивых вечеров и до встречи. Спасибо большое. Мне кажется, летом так много событий, что только выбирай, куда успеть сходить. Да. Продолжаем программу. В минувшую среду Стеллы Минск, город-герой, почтили память жертв Великой Отечественной войны. Цветы к монументу возложили представители Минградсполкома во главе с Владимиром Кухаревым и бойцы столичных студотрядов. Кроме того, в этот день состоялось открытие третьего трудового семестра. Белорусскому студенческому движению в этом году исполнилось 60 лет и успехи из года в год весомые. Например, только в столице этим летом более 12 тысяч студентов и учащихся колледжей смогут получить работу. В том числе на молодежной стройке реконструкции стадиона «Трактор». По просьбе молодежи этот стадион после реконструкции будет передан молодежи для проведения самых различных мероприятий спортивных, творческих, художественных, различных концертных деятельностей. И я думаю, что когда по своими руками они реконструируют этот стадион, то им вдвойне будет приятно там проводить время. За 60 лет стройные ряды студенческих отрядов объединили около 700 тысяч молодых людей, которые построили и благоустроили тысячи объектов по всей стране. А по итогам прошлого года лучшим стал Минский городской штаб студенческих отрядов. Поезд памяти уже отправился в свое путешествие. В среду участники информационно-просветительского проекта прибыли в Брест, а на следующий день, 22 июня, состав направился в Москву. И вот каковы впечатления пассажиров, где уже побывали и что будет дальше, расскажет заместитель директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи, организатор проекта Дмитрий Туронок. Доброе утро. Поезд памяти Историческая реконструкция 22 июня Брестская крепость. А также участники посетили Беловежскую пущу. А впереди у замечательного путешествия у молодых людей еще посещение 13 городов на территории Республики Беларусь и Российской Федерации. Ну что ж, Дмитрий, большое спасибо. Вам мы обязательно будем рассказывать о передвижениях поезда памяти в наших эфирах. В общем, путешествуйте вместе с нами. Мы сегодня говорим только о лучшем для нас. Вот не упустите сезон абрикосов. Они богатые калием и способствуют похудению. Для тех, кто на диете, абрикосы могут заменить десерт. Да, а вот заменить головную или зубную боль хорошим настроением могут капсулы болеов. Еще они справляются с симптомами простуды и крипа. Ну, у нас в эфире тоже разбор, но других недугов. Множество исследований доказывают, месяц рождения человека влияет на развитие болезней. Сегодня в центре нашего внимания люди, которые родились в июне. Чем опасен для них первый месяц лета? Сейчас расскажу. У мужчин, рожденных в июне, есть предрасположенность к раку, атеросклерозу и анемии. Причем развитию атеросклероза, прежде всего, способствует курение. Оно может становиться причиной инфаркта и инсульта. Также стресс и обезвоживание способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. На ваших экранах здоровое сердце. А здесь сердечная недостаточность. А какая из всех сердечно-сосудистых болезней считается самой опасной? К основным болезням сердца относятся инфаркт, инсульт, атеросклероз и шимическая болезнь сердца. И одним из осложнений может быть внезапная остановка. Для того, чтобы всего этого избежать, вам нужно на постоянной основе следить за вашим образом жизни, правильно питаться, принимать витамины группы В, а также магний, и следить за состоянием своей нервной системы. Что касается июньских женщин, то они часто сталкиваются с проблемами кожи, акне. Есть предрасположенность к костяпорозу, но самая частая проблема – развитие бронхолегочной патологии. Давайте узнаем, как бороться с бронхитом. Для лечения бронхита может применяться немедикаментозное лечение, такое как обильное питье, режим питания определенный, витаминопрофилактика. Медикаментозное лечение, которое направлено для устранения бактериальной и вирусной инфекции, а также сейчас актуальна ингаляционная терапия, использование различных небулайзеров, для того, чтобы увеличить отхождение секреции и определенной мокроты из организма. Но у рожденных в июне не все так печально. Есть и положительные стороны. Например, у мужчин ниже шансы возникновения депрессии и остеопороза, а у женщин ниже риск развития диабета и гипертонии. Они меньше подвержены мигреням. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов и до новых встреч на телеканале ОНТ. Наше утро. Мы вместе с вами делаем шаги к личному Олимпу. На празднике Купалья в Александре намечаются не только концерты звезд белорусской и российской эстрады и различной активности. Да, там же пройдет финал семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села». Сейчас же проходят областные этапы. В некоторых регионах победители уже известны. Наши корреспонденты отправились к представителям Минской области. Деревня Нелепого, Несвежский район, Минская область. Здесь живут победители областного этапа конкурса «Властелин села». Семья Клим. Алена и Сергей в браке 9 лет. Воспитывают двоих детей. Антону 8 лет, Ане 5. Алена – мастер по маникюру в Сновском доме быта. Алексей – дальнобойщик. Семья все делает вместе. И трудится в огороде, и отдыхает, и в конкурсах участвует. Победа в областном этапе стала приятным сюрпризом. Честно, мы даже на районе не ожидали этого. А на области, ну как-то у нас уже была большая победа, то, что мы прошли район, это уже как бы осознанно. А область, конечно, ну не ожидали вообще. Были в шоке, я просто стояла и рыдала, не понимала, от чего. Ну, конечно, это большая честь, потому что семей было много, 16 семей, и обскакать всех, конечно, было очень удивительно для нас. Чтобы победить на областном этапе, семье нужно было показать мастерство в хозяйских делах, без которых трудно представить деревенский быт. И драники на колодке пожарить, и дрова наколоть. Креативно семья Клим подошла и к видео-визитке для конкурса. В воскресенье с мочанкой делаю блины. Папа к чаю кружки моет, вытираем их вдвоем. А потом мы всей семьей чай с блинами долго пьем. Алена и Алексей – одни из немногих участников, которые задействовали в представлении детей. Со сценарием и концепцией помогли сотрудники Дома культуры в Снове. Да, дети у нас очень молодцы. Конечно, слов у них было очень много. И это покорило, наверное, всех, что дети четко, не боясь микрофона, и все слова, это было, ну, вот вообще, они на одном дыхании просто с нами эту визитку сделали. Ну, вот так вот нас надрессировали. Мы так привыкли к этому микрофону, понимаете. Это не каждый сельский житель будет хорошо, выйдя на сцену с микрофоном. Нашей Анюте пять лет, она спокойно одна первая вышла на сцену с микрофоном и начала говорить. И очень хорошо говорила, и даже без опиночки, и слова не забыла. Почему же именно эта семья стала победителем и представит Минскую область в конкурсе «Властелин села»? Алена и Алексей отвечают уверенно. Все благодаря тому, что удалось справиться с волнением как на районном этапе, так и на уровне области. Сейчас все мысли семьи Клим заняты подготовкой к республиканскому этапу. Там же и конкурсы, вот эти вот одраники. Мы уже как бы прошли вот этот конкурс, это тоже надо подготовиться. Тут картошку с собой взять, где-то что-то, стол накрываешь. Это все же надо подготовить как бы заранее, чтобы ты уже был уверен и точно. Уже последний этап, уже надо и там уже выиграть. Папа, тоже на такую же победу? На что рассчитываете вообще в Александрии? Говорится, будем стараться, что получится, то будет. Говорится, ну да, хотелось бы победу. Ну, что получится, как говорится. Героями проекта «Властелин села» ежегодно становятся сотни молодых семей по всей стране. Супруги не старше 31 года и их дети. Условия для участия – проживание в сельской местности и работа в агросекторе не менее трех лет. Конкурсы у нас достаточно традиционные с года в год. Это и пеленание детей главами семей, мужчинами. Это драники на колоде приготовления, это всевозможные, ну, творческие. Стараемся каждый год, чтобы какие-то новые тоже конкурсы были, какая-то изюминка. Либо конкурс, если остается старым, ну, какое-то новшество приносить. То есть там закрытыми глазами собрать набор продуктов для борща, так сказать, для супа, там, гонки на тачках, когда глава семейства везет на садовой тачке свою супругу, то есть тоже на скорость. Ну, достаточно такие конкурсы получаются веселые. Властелин села стартовал как масштабный проект 16 лет назад в Глубокском районе. С тех пор каждый год он пользуется все большей популярностью. А молодые семьи – отличный пример того, что хорошо жить, работать и воспитывать детей можно не только в городах. Вероника Артемьева, Евгений Александров, Максим Василевич. Наши утра. Друзья, всем доброе утро. И у нас время традиционного утреннего сеанса с психологом, которому мы подготовили вопрос от Маргариты из Пинска. Да, очень проблемный вопрос. Вот Маргарита нам пишет, что ее мужчина запрещает ей общаться с друзьями и ходить куда-то без него. Контролирует все социальные сети. Ее и больше того в ссоре неуважительных не обращается. Но при этом клянется, что боится Маргариту потерять. В общем, как быть в такой ситуации, она не знает. Поэтому просит совета у Павла. Доброе утро. Доброе утро, Павел. Я не знаю, как вам быть в такой ситуации. Это ваша жизнь и решать только вам. Я психолог, я не могу принимать решения за вас. Только вы можете задать себе вопрос. Мне вообще нравится вот это вот все. Меня здесь лишают свободы. В буквальном смысле. Мне запрещают то, что я имею право делать. У нас нет закона, который запрещал бы куда-то сходить. Уж тем более выполнение закона не может осуществляться каким-то частным лицом. То, что человек говорит, я боюсь тебя потерять, может быть правдой. Но такая правда ничего не оправдывает. Сравните это вот с чем. Представьте, что есть родитель, который не выпускает ребенка из квартиры. Потому что боится, что с ребенком что-то случится. Хорошо ли это будет для ребенка? Как на это отреагируют все службы, которые призваны заботиться о детях? Мне кажется, ответ очевиден. Если мы заменим взрослого человека на ребенка, на мой взгляд, ничего не изменится. Нельзя ограничивать такие вещи. Даже из-за страха. А ты что думаешь по этому поводу? Как-то модно сейчас говорить. Абьюзер, да, у мужчины, у нашей Маргариты? Ну, собственник какой-то. Мне кажется, эта проблема уже у мужчины. Это нездоровые отношения. Правильно. Я тоже так согласен. В общем-то, друзья, делайте выводы. И пишите нашему Павлу Загмантовичу. Да, и обязательно это делайте. Присылайте письма на электронный адрес. Утро-собака-онт.бивай Разберем все проблемы. 23 июня. Сегодня говорим о восхождении на свой собственный Олимп. Но иногда, чтобы стать лучше, нужно всего лишь завести несколько полезных привычек. Да, и вы сразу же увидите, что это работает. Главное, не бойтесь пробовать. Если вы со своим партнером давно вместе, старайтесь раз в неделю ходить на свидание. Такие встречи укрепят вашу связь и дадут возможность пообщаться вдали от будничных дел. Совместный вечер дома для этого не подойдет. Выберитесь в театр или кафе. В конце недели обязательно делайте уборку. Избавьтесь от лишнего в доме, в телефоне и на компьютере. Удалите ненужные фотографии, сообщения и приложения. Чистота вокруг вас поможет сохранять порядок и в мыслях. Заведите собственный вечерний ритуал, который поможет расслабиться. Например, отключить все гаджеты, принять душ, выпить чашку чая, сделать записи в дневнике и почитать. Со временем такой алгоритм станет для мозга сигналом, что пора готовиться ко сну. Старайтесь принимать пищу осознанно. Не отвлекайтесь на другие занятия во время еды, не смотрите телевизор и не отвечайте на сообщения. Сосредоточьтесь на вкусе еды и наслаждайтесь каждым кусочком. Съев половину порции, остановитесь. Постарайтесь понять, осталось ли еще чувство голода. Если нет, не доедайте до конца. Выделите несколько минут в день, чтобы отпустить негативные мысли, страхи и переживания. Признайте их, решите, что можно сделать и составьте план действий. И в течение дня больше не возвращайтесь к негативу. Доброе утро. От лица Олимпийского комитета приглашаем всех посетить в ближайшие выходные город Глубокая, на котором пройдет уже четвертый этап всем полюбившегося спортивно-культурного фестиваля в Итоке. Это будет не просто очередной этап мероприятия, это будет празднование и кульминация всего Международного Олимпийского дня, который именно в эти дни празднуется в нашей стране. Радует, что Глубокская земля – это регион, который принимает мероприятия всего масштаба Витебской области, которая в том числе славится и зимним видом, и спортом. В Олимпийском квесте вы увидите и биатлон, и шорт-трек, и много-много других развлечений. Очень приятно, что наши гости на это мероприятие могут не просто поучаствовать в спортивных конкурсах, но еще и поучаствовать и в развлекательных локациях, как интеллектуального спорта, так и посетить в том числе и Музей Великой Честной Войны, который в том числе предоставит экспозицию, которая будет рада всем. Все мероприятие закончится, как и ранее, большим красочным концертом-дискотекой, но и, конечно, очень ярким фейерверком. Спасибо. Я знаю, что ты еще пока ни одни в итоге не пропустил в этом году. Да, да, был практически на всех. В этот раз надо посмотреть график. Свой график, да? Хорошо, а со спортом у тебя как? Ладно, ты там поешь, это понятно. Ой, ну вообще у меня раньше я должен был выбрать музыку или спорт. Это мы знаем, сегодня как? Не очень. Надо бы подтянуться по этому делу. Ну ладно, тогда пока на концерт. Я на сцене хорошо спортом занимаюсь, между прочим. Встретимся в глубоком. Да. Шаг к успеху. Решительный и семимильный. Всем желаем найти себя в любимом деле. На накануне в нашей студии обсуждали полюбившуюся республиканскую акцию «Шаг к успеху» с первым секретарем ЦК БРСМ Александром Лукьяновым и вашему вниманию этот разговор. Александр, доброе утро. Доброе утро, Дмитрий. Рад тебя видеть в студии. Мы с тобой в последнее время встречаемся как-то за пределами студии, то там, то здесь, но вот уже ты у нас. Итак, стартовала республиканская информационно-просветительская акция «Шаг к успеху». Она проходит не в первый раз, правильно, в нашей стране, но, возможно, в этом году какие-то новшества она приобрела. Расскажи немножко о этой акции. Совершенно верно, Дмитрий. Акция «Шаг к успеху» себя очень хорошо зарекомендовала еще в прошлом году. Это был первый сезон. С учетом такого пожелания нашей молодежи, она продлилась, и в этом году она сделала качественно новые изменения. Добавлено шесть важных блоков, мы их называем символично, шесть шагов к успеху, которые раскрывают спикеров, тех приглашенных людей. Это полпорядка ста человек, которые представляют различные сферы деятельности нашей страны. Это деятели культуры, это вооруженные силы, это спортсмены, это общественные лидеры, организации, которые через те самые шесть шагов раскрывают основы белорусской государственности, основы культурного, национального, генного кода нашей страны, которые раскрывают основы их личностного роста, и через свою личностную призму спикеры демонстрируют молодым людям, которые сейчас в эти жаркие июньские дни находятся в учреждениях оздоровления для детей и молодежи. Всего акция охватит порядка 140 таких учреждений. Это достаточно серьезный охват. Лишь только в том году порядка 21 тысячи молодых людей стали участниками вот этого масштабного информационно-просветительского проекта, который затрагивает прежде всего вот такую возрастную категорию 13-17 лет. Это школьники, наша учащаяся молодежь. Очень важно, чтобы вот летом ребята не были предоставлены не только сами себе, или даже где-то их воспитателям в учреждениях, но чтобы к ним активнее шли общественные деятели, ребята, которые заслужили серьезных наград на спортивной арене. Молодежь всегда интересует предметные вещи. Как стать чемпионом, как стать военным, как стать ученым. И вот через этот проект мы нацелены достучаться до наших юных сердечек с тем, чтобы показать им, какие возможности сегодня созданы в Беларуси для их самореализации. Маленькое уточнение. Когда приходит публичный человек, допустим, это какой-то видополитический деятель, он рассказывает о себе, но это в любом случае интерактив. Правильно, ему могут задавать вопросы, ну а-ля 100 вопросов взрослым, да, к примеру. То есть это постоянное общение идет между спикерами, между участниками, между молодежью. Это абсолютно неформальная история. Вот буквально на прошлой неделе мы посещали Вилей, Курассоны, такие здравницы, которые формируют большое количество ребят, порядка 250-300 отдыхающих одномоментно. И мы проводим эти диалоги, обсуждения, как ты правильно отметил, Дмитрий, в свободном формате. Это даже иногда на траве практически происходит, в таком очень даже гармоничном с природой в мире и созидании происходит такое обсуждение даже важных тем. Хорошо, вот как выбирают локации, мы обсудили. Акция проходит при реализации поддержки и при непосредственной организации Министерства образования, Министерства спорта, Министерства промышленности, культуры, Белорусского республиканского союза молодежи. В это деятельство вовлечены и другие общественные организации. И существует сформированный график посещения. Вы знаете, у нас нет жестких критериев, что конкретному специалисту надо посетить конкретный оздоровительный лагерь. Нет, абсолютно. Бывают запросы некоторой категории, если лагерь ориентирован на спортивную молодежь, они хотят увидеть, конечно, спортсмена, чемпиона, который их мотивирует через личностный рост, через личный опыт расскажет, как необходимо справляться с трудностями, когда, известно, в спорте очень важна психологическая устойчивость. Если это лагерь, где у нас находятся на оздоровлении детки наших работающих молодежи, работающих граждан от различных предприятий, то очень интересен опыт крупных управленцев различных предприятий промышленной отрасли нашей страны, где они на примерах расскажут, как из идеи формируется конкретный автомобиль, каким образом он функционирует, как он востребован и сейчас реализовывается. Это такая в чем-то и профориентация. Как раз ребят 13-11 лет, когда происходит это понимание, чем ты хочешь заниматься дальше. Шаг к успеху, но тем не менее лето продолжается. Какие, может быть, еще интересные акции, мероприятия запланированы для молодежи со стороны Белорусского республиканского союза молодежи? Стоит отметить, Дмитрий, что эта неделя вообще ознаменована неделей молодежи. И сегодня, наверное, один из центральных дней, когда у нас честуют выпускников на масштабнейшие мероприятия, бал выпускников. Но в то же время, сегодня еще в рамках недели молодежи, вся республика проводит под лозунгом «Молодежь за спорт». И сегодня, пользуясь случаем наших дорогих телезрителей, хочется пригласить и вас, Дмитрий, принять участие в масштабной народной зарядке, старт которой будет дан сегодня в 12 часов на национальном стадионе «Динамо», где мы вместе не только проведем зарядку, но что важно, вчера мы скорбили по поводу грустной даты начала Великой Отечественной войны, а сегодня мы на этом мероприятии еще сдадим нормативы готов к труду и обороне. Тем самым покажем, что и молодежь, и не только молодежь, все социальные группы в нашей стране мобилизированы, соединены в одно единое целое и готовы не только трудиться, но и оборонять нашу Родину. Так, сегодня в 12, да? И мы предлагаем вам, Дмитрий, даже провести народную зарядку, почему бы и нет. Ну, я сегодня уже утро, как говорится, провел, я, пожалуй, поучаствую, главное, за форумы успеть спортивно заехать и посмотрим, готов я или не готов к труду и обороне. Александр, спасибо большое тебе, хорошего дня, и пусть все проекты, которые запланированы, и на это лето, и на ближайшее время они будут реализованы, и, конечно, принесут пользу нашей молодежи. Спасибо, Дмитрий, разминайтесь. Спасибо, этим и займусь. Дорогие друзья, этим утром мы беседовали с первым секретарем ЦК БРСМ Александром Лукьяновым. Наше утро, самый вкусный сезон сейчас в разгаре. Фруктов и овощей на рынках страны Несчестия. Я вот, кстати, подписана на инстаграм-аккаунт одного известного рынка. Я знаю даже какого. Да, и там очень-очень интересный контент. Да, друзья, отправляемся на Комаровский рынок. Здесь есть все и даже больше. И голубика по 25 рублей. То куда, а мы на Комаровку. Ведь где, как не здесь, искать сезонные фрукты, овощи и ягоды? Что чаще всего покупают меньшане, как выбрать спелый, сочный арбуз и вкусную клубнику, сейчас узнаем. Сначала надо посмотреть, чтобы не был гнилой. А чтобы гнилой, если будет и не мягкий. Потому что мягкий будет более... Его сложно или будет порезать, он будет более таким невкусным. А вот если будет тверденьким, то будет он сладеньким. И главное, чтобы огурцы не потепли. Всегда покупают. Во-первых, у меня хорошие сорта. Хорошее настроение. Хорошее всегда настроение. Продавец хороший, витрина хорошая, ягода хорошая. Давайте. Ягодку. Только с поля. Очень-очень вкусная. Мы из города Гродно и приехали в первый раз попробовать. Вот как раз за фруктиками, дынькой. Поэтому мы тут впервые. А как вообще впечатление? Ну, намного культурнее, чем на Гродненских рынках. Порядок какой-то. Аккуратно все разложено, как на полочках. Расскажите мне лайфхак, как выбрать спелый, сочный арбуз. Ну, во-первых, это нам нужно с душой выбирать. Это самое главное. А потом, ну, уже знаете как? Если вот два типа есть. Есть сахарный, есть хрустящий. Ну, если, например, люди любят сахарное, нужно, чтобы не такая звонкая. Вот видите, по звуку. По звуку нужно брать. Вот это хрустящий будет. Вот слушайте звук. А, например, вот это уже сахарный. Именно у этого прилавка есть очень интересная табличка. Доставка до машины бесплатно. Мы спросили, что это значит, и нам сказали, что... Что можно доставить, ну, возле рынка, который есть, машина стоит. Мы доставляем бесплатно, ну, чтобы помогли людям. Мы сейчас пришли в настоящий цветник. Вы просто посмотрите, сколько здесь разных цветов. И что самое интересное, вот эта вот прекрасная девушка делает букетики своими руками. Покажите, вот, что вы делаете. Все. Ой, как красиво. Ну, конечно, кинзинки покупаются, и губка покупается, а все остальное тоже фантазия. И сорт, главное, здесь соответствует должен сорт. Больше всего, мне кажется, я подхожу сегодня к вот этим вот цветочкам, потому что вот их серединка, смотрите, похожа очень на цвет микрофона, а лепесточки похожи на цвет моего костюма. Все, забираю, а это все себе. Дарят ли вам цветы? Конечно, дарят. И дети, и муж, конечно, дарят. Несмотря на то, что у вас их и так много, вы просто в них живете. Мы женщины, и нам приятно получать любые цветы, и в любом количестве. Ну, вот я купил помидорок, черешню, индийскую куркуму. Что можно купить на Комаровском рынке вкусного? Клубнику, черешню, помидорчики, огурчики, картошечку. Все можно купить. Вот с таким красивым уловом мы сегодня уходим с Комаровского рынка. Хочется отметить то, что людей на самом деле очень много, причем даже с самого утра. А продавцы весьма дружелюбные и улыбчивые. Александрия вновь собирает друзей. В этом году программа обещает быть еще более красочной и увлекательной. И, кстати, пройдет Купальский праздник под лозунгом «Оберег мира и союзного единства». Мы предлагаем узнать подробности. В этом году республиканский праздник соберет друзей на живописном берегу Днепра 8 июля. Старт в 11 утра. Для гостей Александрии подготовили насыщенную программу. Авиашоу, концерты звезд белорусской и российской эстрады, спектакли, выступления творческих коллективов и цирка «Шапито». Аттракционы и конкурсы, выставки, ярмарки, спортивные и тематические зоны. Драники, шашлыки, пироги и блины с начинками. Купальский фудкорт – отдельное произведение искусства. В общем, будет вкусно, музыкально и весело. «Оберег мира и союзного единства» – тематические площадки регионов Белоруссии и России, где покажут самобытную культуру двух стран с региональными особенностями. К главному народному фестивалю лета готовятся со всей отдачей. И специально к празднику «Белорусская железная дорога» назначила 14 дополнительных поездов. В 2023 году впервые праздник будет расширен до международного в связи с включением в его программу мероприятий союзного государства. Мероприятия союзного государства будут представлены концертом мастеров искусств как России, так и Беларуси. Конечно же, главным мероприятием праздника станет главный концерт – народный музыкальный ринг. «Это будет интересно». Главным режиссером данного мероприятия выступает Владислава Артюковская, художественный руководитель молодежного театра эстрады. В концертной программе, безусловно, примут ведущие артисты коллектива белорусской эстрады. Подарком для гостей Александрии станет творческое выступление легендарного солиста рок-группы «Земляне» Сергея Скачкова. Также на сцене выступят Ирина Дорофеева, Жанет, Виктория Олешко, Алена Ланская, Зара, Надежда Кадышева и не только. Фестиваль завершится молодежной дискотекой, светомузыкальным представлением и праздничным фейерверком. В это воскресенье лучшему телеканалу страны, нашему любимому ОНТ «21 год». Да, проведите праздничные для нас выходные на любимой кнопке. Мы подобрали лучшую программу передач для яркого утра и нескучного дня. Да, и душевного вечера. Музыкальные вечера в Мирском замке уже в эту субботу на экранах страны в 21.10. Настоящее золото. Сольный концерт заслуженной артисткой Республики Беларусь Виктория Олешко. А в воскресенье в 21.15 концерт артистов белорусской эстрады «Наши любимые». Так что не пропустите и пусть все будет у вас отлично. 23 июня. Шестые лунные сутки. Прекрасный день для завязывания знакомств и построения новых планов. Не упустите шанс. Удача сопутствует вашим начинаниям. Обостряется интуиция. Сегодня ей смело можно довериться. Заболевшие быстро выздоравливают. Берегите бронхи и верхние дыхательные пути. Геомагнитная обстановка относительно спокойная. Ожидаются лишь небольшие возмущения силой 2 балла. И помните, невероятно, сколько всего можно узнать о другом человеке, просто проявив к нему интерес. Уже в воскресенье 25 июня ОНТ отметит свой день рождения. Нам уже 21 год. И мы уже совсем такие вот взрослые, самостоятельные. А еще у нас классная картинка. Однозначно интересные проекты, важные темы. Это то, что вы видите. А изнанка еще вкуснее. Потому что наш телеканал – это не про работу, а про большую семью, конечно. И следующий сюжет о людях, которые остаются за кадром, но их работу видят все. Мы находимся в салоне красоты любого телеканала. Гримерки. Здесь из уставших, не выспавшихся. Корреспондентов, ведущих делают просто настоящих богинь. Кать, расскажи, как ты давно работаешь, как вообще попала на телеканал? Я вообще работаю уже с 2003 года. Но на телеканале я где-то полтора года. Я сюда пришла и влюбилась в гримерку. Особенно в коллег. Очень у нас классный коллектив. Все взаимовыручки. И стараются каждой друг другу что-то помочь. А также замечательные все ведущие, корреспонденты великолепные. Новости в стране мы точно узнаем первыми. Потому что, когда готовятся ведущие, они читают этот текст. И очень интересно это услышать. А потом это услышать с экрана телевизора. Кстати, Катя делает суперкрасивые прически. Оля, сколько лет ты уже работаешь на телеканале? Помнишь ли ты, как начинала свой путь? Да, работаю я на телеканале 15 лет где-то. А вообще я свой путь начинала где-то около 20 лет назад. Я работала вначале в салоне, потому что я парикмахер изначально. А потом вот там училась и на визажиста, и повышала квалификацию, участвовала там в конкурсах. Ну вот. Расскажи, за это время у тебя были какие-то конфликты с ведущими? Может, тебя до слез доводили? Не, ну, такого не было, конечно. Ну, я скажу честно, что первое время, когда я пришла, мне пришлось привыкать, потому что все-таки здесь немножко другая среда и другие люди относительно того, когда ты работаешь в салоне. Ну, то есть здесь как индивидуальный такой подход. Ты должен считать настроение человека, потому что, как бы, ему дальше работать, и его внешний вид тоже на его настроение оказывает действие. Девочки! Богиня! Вы просто волшебницы! Все, я готова! День у меня точно будет просто... Песня! Я готова ехать на съемки, благотворно трудиться. Это прекрасно! Вот слово «замечательное» – это ключевое слово к гримерам. Потому что на ОНТ работают не просто очаровательные девушки, но они профессиональные люди, они мастера своего дела. Вы знаете, первоначально, да, как я бывший военно-морской офицер, мне было очень непривычно было первоначально, потому что как это мужчина ходит в гриме, вот, и чувствовал себя, конечно, немножко неловко. Но сейчас привык, и это, как бы, часть моей работы. Могу сказать, что, как бы, у нас очень замечательная косметика, а самое главное, у нас замечательные, где-то самые замечательные гримеры. Все смотрят? Куда они смотрят? Поставьте, пожалуйста, спасибо! Оль, расскажи, а были какие-то экстренные случаи во время новостей, когда приходилось поправлять макияж? Ну, в основном это прически касается. Бывало такое, да, если что-то отсоединились, какие-то волосы, ну, у нас есть время, во время отсоединились от прически. Иногда бывает, что на синхроне, когда длинный синхрон... Да, можно поправить, зайти и поправить, тогда мы поправляем. Тогда приходится вызывать гримеров, и в этом случае важно уметь быстро бегать. Благодаря золотым ручкам наших гримеров мы все красивые и нарядные. Спасибо, Антария. Лето, жара, в общем, стараемся не расплавиться. И носим подходящую одежду. Вот шорты и бермуды как раз история о пляжном настроении. Шорты и бермуды – это такие шорты, длина которых доходит до середины колена или поднимается выше на 8-10 сантиметров. И в отличие от мужских моделей, женские отличаются строгим и сдержанным кроем. Почему бермуды? А я сейчас расскажу дальше. Интересно? Хорошо, да, интересно. Вот свое название бермуды получили в честь бермудского ахипелага. Когда-то здесь была английская колония, и учитывая ее тропический климат, солдатам приходилось носить здесь более легкую одежду. Теперь понятно все. Все ясно и понятно. Но, кстати, хорошая модель. Мне кажется, почти у каждого есть. Вот здесь смотрится нехорошо, вот на этой модели. Бермуды хорошо скрывают недостатки телосложения, создавая зрительный баланс силуэта. Длинные шорты не рекомендуется носить только полным женщинам невысокого роста, хотя и здесь есть вариант. Можно пограть все это дело высоким каблуком. А мужские есть такие шорты? Конечно. Существуют? Конечно. Они, мне кажется, вот вначале мы говорили, что отличия мужских и женских. Все-таки есть, да? Конечно. Ну, поискать, вдруг не пойдут. Пойдут, пойдут. Утро продолжается, и мы не перестаем находить интересное для вас. Всем здравствуйте. Сегодня в Несвеже стартует фестиваль «Вечера Большого театра». Он пройдет уже в 13-й раз. А на прошлой неделе завершился другой фестиваль «Балетное лето в Большом». Ярослав Брагида. Билет на балет. Вот и лето прошло. Балетное. На главной сцене оно уже в девятый раз. И в афише девять спектаклей. Открыл занавес продавец игрушек Воронежского театра. Это дебют на исторических подмостках. Главный балетмейстер Большого – Игорь Колб. В лете, еще со времен Мариинки, теперь по другую сторону. Каждый из подобранных номеров, он абсолютно нестандартен в тех предлагаемых обстоятельствах сценографического решения. Поэтому я не думаю, что определенные ПДД будут выглядеть так же, как в спектаклях, скорее иначе. И тем самым оно еще более, возможно, более свежо, более нестандартно будет преподнесено с достаточно большим таким, с большим количеством нюансов, которые на сегодняшний день заставят зрителей улыбнуться. Из этой же петербургской Мариинки, где Колб на кончиках пальцев с 96-го года и Эвен Капитен, выпускник балетной школы в Париже, в прошлом солист Большого театра Беларуси, сейчас служит другой сцене Мариинской. В этом лете впервые в качестве гостя. Белорусский француз в партии Зигфрида в Лебедином озере закружил дуэт в Карменсюите. От наклона нашей сцены отвыкать не пришлось. Так как я не так давно уезжал, когда приезжал на юбилейный театр, мне казалось, что я никогда не уезжал. Но сегодня, так как я танцую номер с балериной из Мариинской театра, все равно чувствую, как будто незнакомая сцена, можно сказать. Думаю, буду волноваться, но сейчас пока ничего. Уфа, Пермь, Москва, Берлин, Воронеж, Санкт-Петербург на карте балетного лета в Большом. Под занавес фестиваля Гала-концерт. В двух отделениях звезды мирового балета. Пермский Зигфрид, Монгадаев. Впервые на нашей сцене из театра имени Чайковского. Но и Большой в своем репертуаре. Лебединое озеро, Жизель и, конечно, Дун Кихот. Последняя балетная премьера юбилейного 90-го сезона. Первый раз за границей, в принципе. Мне здесь очень нравится. В Минске, в принципе. А на счет лета организовано очень хорошо. По кате мне уже удавалось танцевать. Это в прошлом году на московском конкурсе Большом театре. Совсем не как в песне. Вот билет на балет. В зале на финале лета аншлаг. Пришлось увеличивать количество мест. Уже сегодня большой на малых гастролях. Внесли же. Вечера Большого театра в замке Радзивиллов. Уже в 13-й раз. График плотный. День расписан поминутно. И куда же без премьер сезона. В белорусском Версале покажут Дон Кихота и Севильского цирюльника. Ярослав Брагида, Евгений Александров, Денис Пугачев. Наше утро. Куда деть старые телевизоры или изживший свой век пылесос? Как избавиться от лишнего и не навредить окружающей среде при этом? Мы найдем ответы на все эти вопросы. Прямо сейчас, этим утром у нас в гостях маркетолог предприятия по сбору и переработке. Втор сырья Александра Конатуша. Александра Юрьевна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Если посмотреть на корпус обычной батарейки, то там даже есть такой значок перечеркнутого контейнера. То есть производители сами нам напоминают, что нельзя вбрасывать батарейку в обычное мусорное ведро. А что будет, если так сделать? Пока батарейка герметична, никакого вреда она не привносит. Но проблема в том, что по истечению срока службы корпус батарейки начинает разрушаться от коррозии. И если эту батарейку выкинуть в полигон для бытовых отходов, то разрушаясь, она будет выделять тяжелые металлы в почву, в воду, в атмосферу. И загрязнять окружающую среду. Будет попадать непосредственно в живые организмы, тоже в организмы человека. Для статистики. Одна батарейка загрязняет от 10 до 15 квадратных метров почвы. Представьте, что будет, если мы будем выбрасывать такие батарейки вместе с бытовыми отходами. Какой это будет большой ущерб окружающей среде? Ну давайте начнем с того, что мест должно быть больше для сбора этих самых батарей. Потому что я всегда собираю в пакеты и ищу эти места. Их не так много на самом деле. Лучше бы этих мест, конечно, было бы больше. Но тем не менее, в прошлом году вы запустили пилотный проект по сбору батареек у подъездов жилых домов. Да, действительно. 1 декабря 2022 года мы запустили этот проект. И его организатором и инициатором даже стал председатель поселка Васильсовета Мочулищ Сергей Васильевич Кривошей. С его помощью мы развесили в Мочулищах. Да, Мочулищи стали такой площадкой для реализации этого социально-экономического эксперимента. Контейнерами для этого проекта служат обычные почтовые ящики. Они подходят по техническим требованиям. Они не промокают, что важно для сбора батареек. Мы лишь немножко модифицировали их. Мы усилили замок, добавили отверстия для отслеживания наполняемости этих контейнеров, чтобы обычные жильцы, видя, что контейнер уже наполнился, могли сообщить нам, позвонить по номеру, указанному на корпусе этих контейнеров. И наши специалисты приедут и заберут эти батарейки. И также мы брендировали, сделали привлекательный дизайн, который показывает, что это не обычный почтовый ящик, а ящик для сбора батареек. И насколько эффективным оказался этот проект? Насколько активные жильцы пользовались этими ящиками? Проект оказался эффективным. Как маркетолог, приведу статистику. Например, в Мочулищах до монтажа этих ящиков за 5 месяцев мы собирали около 35 кг батареек. Но после того, как монтировали эти ящики, с первого же месяца в месяц мы стали собирать порядка 100 кг батареек. То есть КПД от этих ящиков, от сбора таким способом батареек, выше примерно в 12-14 раз, чем КПД от сбора где-нибудь в торговых центрах или бизнес-центрах. Но если такой прекрасный результат, есть ли в планах это как-то внедрять по всей стране? Да, у нас уже поступают заявки на монтаж этих ящиков минских районов в жилищных кварталах. И мы уже монтировали в нескольких районах Минска. Это отличная инициатива, мне кажется. Хорошо, с батарейками понятно. Что делать с крупной бытовой техникой, которая уже и жила свой век, скажем так? По закону Беларуси, как мелкую, так и крупную бытовую технику нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. С одной стороны, это общеизвестный факт. Вредные вещества выделяются в почву и загрязняют окружающую среду, как и батарейки. С другой стороны, компоненты бытовой техники можно использовать повторно. Например, пластик из корпусов или драгметаллы. Так и что, в итоге, как утилизировать такую технику? Как утилизировать? Да, если с мелкой бытовой техникой понятно, мы ее выбрасываем в контейнеры или относим в пункты приема, то для крупной бытовой техники можно и нужно обращаться в специальные организации. Например, наша организация предлагает услугу «Экотакси». Это бесплатная услуга для вывоза бытовой техники. Как она работает? Клиенты оставляют заявки. Причем, эта услуга доступна для жителей всех регионов Беларуси. Клиент оставляет заявку, мы обрабатываем, предлагаем удобное время. Такие услуги работают 7 дней в неделю. Что удобно, например, для тех, кто хочет вывезти что-то из дач, из садовых товарищей, из гаражей. И работаем с 8 до 8, что удобно для людей, которые заняты в рабочее время. Причем, насколько я знаю, это бесплатно, да? Да, это действительно бесплатная услуга. У нас бесплатна и погрузка, и вывоз. Да, и это на самом деле очень удобно. Я сама пользовалась такой услугой, приезжали, забирали у меня старую плиту. Хорошо, Александра, а что еще можно сдать на переработку в эко-пункты? Помимо стиральных машин, телевизоров, какой-то техники, батареек, что еще? Помимо этого можно сдать слом черных цветных металлов, изделия из черных и цветных металлов. Можно сдать бумагу, пластик, макулатуру, стекло и стеклобой, автомобильные катализаторы и аккумуляторы. Прекрасно, можно и подзаработать, и избавиться от старого хлама. Да, мы уже позаботимся об экологичной утилизации этих вторичных материальных ресурсов. Ну, практика эта давно существует, мы лишний раз напомнили, но у нас в гостях была маркетолог предприятия по сбору и переработке вторсырья Александра Конатуш. Через тернии к звездам так можно описать не только путь к успеху, но и поиск действительно работающих лайфхаков из интернета. Вспомним несколько хитростей от ведущих нашего субботнего утра. Очередная порция отличного настроения на ваших экранах. По советам нашей любимой профессуры из интернета соорудим овощечистку и, безусловно, проверим ее в деле. Вы знаете, когда мне наш очаровательный редактор показал сей лайфхак, я, конечно, была безмерно удивлена. Наверное, я так могу свои ощущения описать. Ну, в общем, там сидела целая бригада женщин, да, которые именно этой овощечисткой пытались, и у них получалось, самое интересное, чистить морковь. Но мне кажется, к этому средству можно прибегнуть, если вдруг у вас соседи воры, да, вот они пришли к вам и украли все ножи, которые были на вашей дачной кухне. Ну, мало ли, и вы бы все потеряли. Значит, тогда мы берем бутылку, отрезаем от горлышка чуть-чуть кусочек, видите, да? У меня уже это все приготовлено. Морковку берем и начинаем чистить. Вот. Мы просто скребем. Хотя, видите, скребется. Гляньте. Ну, я думала, что сей лайфхак, он, вы знаете, он будет за гранью добра и зла. Но, вы посмотрите, получается. И даже... Такое хрюканье, да, какое-то от этой бутылки. И даже как-то весело и задорно, да? В общем, как бы это абсурдно не смотрелось и не звучало, вы знаете, я, пожалуй, это тот редкий случай, когда я, пожалуй, наверное, возьму сей лайфхак на вооружение. И если за забором моего участка соседи услышат вот такое, вот, это будет означать всего лишь, что я очищу морковку. Не более и не менее. Гляньте, чистится. Обалдеть. Помните, совсем недавно мы пытались сберечь наш мобильный телефон на грядках, облачив его в шарик. Я думаю, что сей лайфхак все помнят. Возможно, кто-то его использовал, если у вас вдруг получилось. Далее. Наша обожаемая блогосфера, шарики мы откладываем, советует нам, если вдруг вы хотите наслаждаться музыкой из своего телефона, звука недостаточно. Что надо сделать? Надо взять рулон туалетной бумаги, достать оттуда втулку. Вот здесь она у нас как-то хорошо. И подозрительно быстро достается. Вот мы достали. Туалетную бумагу, разумеется, не выбрасывать, отнести ее по непосредственному месту предназначения. Далее. Взяли втулку. Делаем вот такой вот надрез. Да? Надрез. Но не до конца, как советует блогосфера, а для того, чтобы вставить туда телефон. Потом ищем любимую музыку, включаем телефон. И помещаем вот в эту щель, в этот разрез. Ха-ха! Телефон. Видите, что у меня произошло? И якобы он должен вот этот телефон вот так вот с включенным проигрывателем держаться, и звук будет усилен. Но что получилось? Телефон у нас, не переживайте, это рабочий телефон, который не работает на самом деле, да? Но вместе с тем он падает, видите? Тут уже не до звука и не до музыки, если телефон накроется вообще. И втулка, мне кажется, никакая втулка, даже если ее примять и сделать вот просто так вот, она, видите, она у нас порвалась. Поэтому она не удержит телефон. В общем, я считаю, что это какая-то чушь несусветная. Включайте радио или проигрывайте, для того, чтобы наслаждаться любимой музыкой. Путь на Олимп отличного урожая лежит через правильный уход за растениями. В условиях засухи важен полив. И здесь есть, оказывается, свои тонкости. Рассказываю так. Восход и заход солнца. Лучшее время для растительных процедур. А еще важно не жалеть воды и как следует проливать почву. Ну, а поливайте растения по листьям в жаркую погоду категорически запрещено. Ничего себе. В общем, да, все запомнили, да, и не забывайте следить за своим здоровьем, друзья. Рекомендуем в огород без предварительной зарядки не выходить. Нам пора уже огородик заводить. Ну, уже, да, часики тикают. Доброе утро. Можно 10 раз переводить будильник или выпить несколько чашек крепкого кофе, но гораздо проще проснуться, пробудив свое тело. Итак, становимся на четвереньки с упором на прямые руки. Одну ногу вытягиваем назад и ставим ее на носок. И теперь медленно перекатываемся, стараясь опустить пятку на пол. И снова уходим на носочек. Медленно растягиваем наши стопы, выполняем до комфортного натяжения и обязательно повторите то же самое с другой ноги. Остаемся на четвереньках, только разводим колени пошире, стопы остаются вместе, округляем спину, подгибаем таз под себя и опускаем подбородок вниз. В этом положении опускаем таз на пятки, спина остается круглой. Теперь снова вырастаем, все так же с круглой спиной и только теперь прогибаемся в пояснице и тянемся подбородком в потолок. И теперь уже в этом положении опускаем таз. Возвращаемся и продолжаем, чередуя положения тела. И для последнего упражнения стоим на одном колене, вторую ногу вытягиваем в сторону, опираемся на прямую руку, вторую руку вытягиваем и хорошенько растягиваем боковые мышцы, максимально вытягиваемся, а теперь разворачиваемся грудью вниз и тянемся к полу. Теперь вы почувствуете легкость в теле и силы на продуктивный день. Пускай все получится, а спорт станет вашей хорошей привычкой. Это наше утро, и сегодня 23 июня, напомню. И в этот день не свеже начинается ежегодный фестиваль оперного и балетного искусства «Вечера Большого театра». Он пройдет уже в 13 раз. Итак, подробнее об этом нам расскажет главный режиссер Большого театра Беларуси Анна Моторная. Доброе утро вам. Доброе утро, друзья. Сегодня Большой театр Беларуси отправляется в свое традиционное гастрольное турне, летнее турне в замке Радивиллов. И в этом году Большой театр представит две премьерные постановки. Сегодня 23 числа вы увидите постановку Валентина Николаевича Елизарева «Дон Кихот». Это грандиозное зрелище, грандиозный балет, очень любимый публикой. И я думаю, что не только любители балета, но и начинающие балетоманы могут представить для себя абсолютно невероятное, неповторимое, необыкновенное зрелище. Завтра, 24 июня, мы представим премьерную постановку оперы Джоакино Рассини «Сивильский цирюльник», постановки итальянского режиссера Альдо Тарабелло и дирижера-постановщика Владимира Ватка. Ну и завершим мы свои гастроли, безусловно, грандиозным зрелищем, которое в этом году посвящено 90-летию Большого театра Беларуси, этому замечательному событию 25 июня приехать к нам в гости в город Несвиш, на эту замечательную площадку перед замком Радивиллов и окунуться в атмосферу торжества, окунуться в атмосферу праздника с Большим театром Беларуси. Мы искренне от всех сил приглашаем вас, ведущие солисты оперы и балета, артисты хора, артисты оркестра, режиссеры, дирижеры, мы все готовы принять вас в свои объятия. Анна, большое спасибо, мы, конечно же, желаем вам успехов. У юных экспертов нашего утра всегда есть ответ на любой вопрос, дети часто бывают в теме. Ну и об успешной жизни могут порассуждать не хуже, чем мы, взрослые. Кто такой оратор? Который снимает разные фильмы и кино. Типа помещение на аренду сдает, что ли? А хотел ли быть оратором? Нет. А кем? Фотбористом. Дегустатором. Дегустатором? Интересно, профессион, а каким? Я буду пробовать еду. А программистом? Неплохо, ты замахнулся, хорошо. Как думаешь, что тебе для этого нужно? Информатика и английский. Ты же и разузнал все. То есть ты серьезно настроен? Да. Я хочу стать массажистом, потому что я очень хорошо делаю массаж. Опиши свою идеальную жизнь. Вот какая она? Хорошая, радостная, счастливая. У меня много друзей, у меня много медалей, грамот. Медалей? Что именно? Гимнастика первое место, велоспорт второе. Так ты у нас хочешь быть будущей спортсменкой? Да. Какие тебе нужны вещи, чтобы жизнь была счастливой? Поехать на море и мотоцикл. И мотоцикл. А кого бы с собой взял в поездку? Маму. Маму. Ты же мой хороший. А как думаешь, почему не все добиваются того, чего хотят? Что им мешает? Они это плохо делают. Какую мне привычку надо внести в жизнь, чтобы я такая все, я все смогу? Всегда верить в себя. Твое счастье, оно какое? Твое. Когда мне появилась младшая сестра. Ооо, это мило. Что здесь? Квадрокоптер с камерой. Где нет? А как думаешь, для чего он? Чтобы наблюдать с этим. Она летает на пульте управления. Когда он летает, он показывает всю красоту нашего мира. А это? Этот может такая штука, из которой делают из пластика игрушки. 3D принтер. Для чего? Чтобы создавать всякие модели. Это чтобы делать игрушку. А тут? Робот пылесос. Нужная штука, как думаешь? Да. Что лучше? Свой труд или такая штука? Свой труд. А почему, как думаешь? Потому что во-первых это дорого, а самостоятельно сделать это лучше будет. Мы чище сделаем это. Дети в теке! Ну что, финиш нашей сегодняшней программы совсем близко. В международный олимпийский день хочется пожелать всем достигать вершин. Стартуйте навстречу своим мечтам уже сейчас. И не бойтесь препятствий. Все они преодолимы, если не боятся верить в свои силы. Все обязательно получится. С этим настроением отпускаем вас в новый день, а настроение ближайших выходных создавайте вместе с нами в воскресенье нашему любимому телеканалу 21 год. Мы, как всегда, будем для вас интересными. И, конечно, музыкальными. Напоминаем, что телеверсии музыкальных вечеров в Мирском замке ОНТ покажет уже в субботу и в воскресенье, так что включайте любимую кнопку. Но на сегодня все. Просто так. Пока. Пока-пока. Продолжение следует...